Друзья, всем привет! Судя по комментариям к ролику про домашнее мороженое пломбир, многие сталкиваются с проблемой покупки сливок жирности от 30%. Поэтому сегодня я вам покажу, как сделать 33% сливки в домашних условиях. Эти сливки хорошо взбиваются, подходят для мороженого, десертов и кремов, в качестве прослойки для бисквитов. Процесс приготовления очень прост. Нам понадобится молоко 2,5% 200 мл и сливочное масло 72,5% 200 г. В небольшую кастрюльку наливаем 200 мл молока и туда же кладем 200 г сливочного масла. Масло обязательно берите хорошего качества, без растительных жиров. Отправляем на плиту на средний огонь и помешивая даем маслу полностью раствориться. Кипятить не нужно, просто прогрейте до горячего состояния, чтобы масло растаяло. Сразу переливаем горячую смесь в чашу блендера и взбиваем с помощью миксера или погружного блендера около 70 минут на высокой скорости, чтобы молоко с маслом соединились и смесь стала полностью однородной. На поверхности должна появиться пенка. Остужаем при комнатной температуре, накрываем пленкой и убираем будущие сливки в холодильник охладиться на 6-10 часов или на всю ночь. Спустя время наши сливки готовы. На поверхности образовалась плотная пленочка. Просто берем и перемешиваем до однородности. Если вдруг у вас сливки разделились на две части, сверху застывшее масло, а молоко снизу, значит мало взбивали. В таком случае снова подогрейте смесь до горячего состояния и опять взбейте, остудите в холодильнике. Взбиваем обязательно холодные сливки и на нескольких оборотах, до тех пор, пока они не начнут густеть. Затем постепенно увеличиваем скорость до максимальной. Только главное не перебить, иначе сливки превратятся в масло и пахту. Все готово, взбитые сливки получаются довольно густыми. Из таких сливок можно сделать мороженое, крем и различные десерты. Этот рецепт настоящая палочка-выручалочка. Если вам пригодился этот рецепт, ставьте лайки и пишите комментарии. Всем отличного настроения и до скорых встреч!